Любая крупная техногенная катастрофа это чаще всего роковое истечение обстоятельств и халатность виновных лиц. Столкновение железнодорожных составов на остановочном пункте Крыжовка в мае 1977 года стало одной из самых трагических страниц в новейшей истории Беларуси. В стоящую у перрона переполненную электричку на скорости въехал пассажирский поезд. О смятых вагонах и раздавленных людях в Крыжовке помнят, но говорят крайне неохотно. С вами в Техно2 и мы вновь реконструируем события тех лет и отвечаем на главный вопрос о том, как это было на самом деле. 2 мая 1977 года на путевом посту Крыжовка, хвост электрички номер 548 Олехновичи, Минск, на скорости врезался пассажирский поезд номер 0280 Гродно-Орша. Согласно материалам уголовного дела, которое рассматривала судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, в том крушении погибли 22 человека, еще 82 получили ранения разной степени тяжести. 1 мая 1977 года в республике торжественно отметили День международной солидарности трудящихся. Уставшие от демонстрации минчане массово выезжают за город. В первые дачные поселки, расположенные в том числе в Крыжовке, в 20 километрах от Минска. Если в первый майский день было достаточно прохладно, то второго числа температура повысилась до плюс 30 градусов. На природу к Минскому морю направляются отдыхающие, пользуясь дополнительными выходными, выпавшими на понедельник. Пригородные составы перегружены, но исправно доставляют горожан к зонам отдыха. Геофизическая станция Белорусской железодороги рассылает всем ответственным сотрудникам телеграмма предупреждения о нагреве рельсов до плюс 40 градусов. Превышение данного значения приводит к тому, что рельсовые стыки, расположенные у светофоров, смыкаются и нарушают работу автоматической системы блокировки. Все железнодорожное полотно поделено на участки длиной около 2 километров. Рельсы на границах участков не смыкаются, а рядом со стыком установлены светофоры, соединенные с рельсами электрической цепью. Минуя границу блок участка, поезд замыкает цепи, на светофоре автоматически включается запрещающий сигнал. Зеленый свет загорается через несколько минут по проходе поездом следующего блок участка, информируя о безопасном интервале движения составов. Система полностью автоматизирована и исключают ошибку по вине человека. Диспетчеры и дежурные лишь следят за перемещениями поездов, а дорожные специалисты поддерживают системы в исправном состоянии. На подъезде к Крыжовке днем 2 мая произошел отказ на светофоре. Было очень жарко. Как позже установил следствие, от высокой температуры сомкнулись торцы изолирующего стыка у сигнальной точки номер 7702. В итоге на светофоре загорелся красный свет. Сигнал поступил и на пульт табло в Крыжовку. Загоревшиеся на пульт табло лампочки сообщали, что произошла ложная занятость на участке, то есть произошел сбой в устройствах автоматики. Дежурная по путевому посту Крыжовка Елена Бруйло вызвала к месту неисправности сначала электромеханика Николая Кухарева, а затем и путейцев. Дорожного мастера Зенона Петрика и бригадира Путишаховича. Вот дежурному поездному диспетчеру Молодечнинского направления не сообщила. Кухарев мгновенно доехал из поселка Ждановича, в котором проживал до проблемного участка на мопеде. Он попросил направить ему в помощь Зенона Петрика и бригадира Путишаховича. Для восстановления работоспособности светофора нужно было разъединить сомкнувшиеся рельсы и подложить на стыки изолирующий материал. Кухарев в ожидании ремонтников, чтобы не задерживать движение поездов, открыл релейный шкаф неисправной сигнальной точке 7702 и начал имитировать исправность светофора. То есть он переключал реле таким образом, чтобы на светофоре загорался зеленый огонь, а потом, когда состав проходил, возвращал реле в исходное положение. «Это решение я принял по той причине, что не сделай я так, то будет большая задержка поездов, а за малейшую задержку поездов нас строго наказывают». Объяснял Кухарев на одной из первых бесед со следователями. Инструкция запрещала специалистам брать управление светофором на себя, однако Кухарев пренебрег ее положениями и создал видимость исправной работы светофора номер 7702. Таким образом Кухарев пропустил несколько составов, но после того, как проехала электричка на Минск, просто забыл вернуть реле в исходное положение. Ремонт затягивался. Трое рабочих трудились уже около часа. Если бы машинисты были предупреждены о неработоспособности светофора, все они останавливались бы. Затем двигались до следующего перегона на минимальной скорости с особым вниманием, готовые остановиться при появлении в зоне видимости препятствия. Ближе к пяти часам вечера светофор номер 7702 миновала электричка номер 548 Лехновича, Минск. Она двигалась с опозданием на две минуты. После того, как глава поезда проследует за светофор, я всегда возвращал реле в нормальное положение. После прохода последнего электропоезда товарищ Петрик сразу позвонил дежурному по станции Беларусь. Узнал у него, что поезда по второму пути из Беларуси нет и сразу установил разгоночный станок на изостык. Во время работы я упустил, что не восстановил реле в нормальное положение. Объяснял Кухарев следователем 4 мая. За электричкой должен был проходить поезд Гродно-Орша. Поскольку интервалы движения выдерживаются на всем протяжении пути, разница во времени между ними составляла 10 минут. Но электричка и без того опаздывавшая от расписания на две минуты задерживается на станции Крыжовка из-за того, что долго не могла закрыть двери из-за наплыва людей. И по одной из версий начавшегося возгорания во втором вагоне. Источником огня послужил неисправный фазорасщепитель. Помощник машиниста электропоезда выскакивает из кабины и спешит на ликвидацию пожара. Из-под вагона повалил густой дым. Елена Бруйло покидает свой пост в диспетчерской и выходят посмотреть на пожар вместе с толпой пассажиров. На перроне находится много людей, рассчитывающих поспеть в Минск к вечеру. Летнее расписание еще не вступило в силу. Электрички ходят редко. Завтрашний вторник. Рабочий день. Поэтому состав оказывается переполнен. Люди продолжают втискиваться в вагоны. В это время на пульте дежурной срабатывает сигнализация, предупреждающая о приближении Крыжовки Гродненского поезда. Если бы Бруйло находилась на посту, она успела бы предупредить машиниста, задержавшийся на станции электрички. В километре от Крыжовки находится железнодорожный переезд. Можно было сообщить дежурной на нем, и она также успела дать красный свет поезду. Однако Бруйло остается на перроне, наблюдая за тушением пожара и беседуя с машинистом электропоезда. Если бы поезда шли по графику, то разрыв между ними был бы более десяти минут. Но электричка прибыла в Крыжовку с пятиминутным опозданием. И еще семь минут стояла до момента крушения. Хотя должен был отправиться через минуту. Стоял потому, что было много людей и потому, что не мог закрыть двери во втором вагоне. Отправил помощника разобраться, в чем дело, а затем почувствовал удар. Меня оттеснило к стенке. Электричка продвинулась от удара примерно на два вагона. Меня бросило на пульт, а затем я упал на пол. От удара разбилась люфт-прожекторная лампа. Я посмотрел в зеркало справа и увидел, что люди из поезда выскакивают. А когда посмотрел налево, то увидел лежащие вагоны. Рассказал в суде машинист электрички Леонид Чепко. С какого точного расстояния увидел стоящего впереди электричку, сказать не могу. Сразу применил экстренное торможение. Возможно, потерялись доли секунды, потому что я просто ослабенел от неожиданности. Экстренное торможение применил немедленно. Почему поезд не остановился, я не знаю. Думаю, что была высокая температура воздуха. Рельсы и колеса были замазучены. Поезд, видимо, пошел юзом и не смог остановиться. Объяснялся в свою очередь в суде машинист пассажирского поезда номер 0-280 Гродно-Орша Антон Якубовский. Якубовский признал, что заметил электропоезд 300 метров. При этом заключение судебно-технических экспертов показало, что тормозной путь поезда при служебном торможении составляет 225-233 метра, а при экстренном 191-193. В сложившейся ситуации машинист Якубовский при скорости 52 км в час имел полную возможность для остановки поезда номер 0-280 для предотвращения столкновения с поездом номер 548 подчеркивалось в приговоре суда. Однако надо сказать, что машинист тепловоза Якубовский впервые управлял составом в одиночку. За считанные дни до этого начальник Минского отделения железной дороги Истушкин приказал сократить должность помощника и целиком возложить обязанности по управлению составом на машиниста. Поезд врезался в стоящую электричку на скорости 35 км в час. От удара последний развивает скорость в 13 км в час. Грохот и скрежет металла были слышны на соседних станциях. Тепловоз разворачивает поперек путей, он загорается. Два первых вагона поезда сходят с рельс. По официальным данным, пассажиры поезда отделались только ушибами и синяками. Последний вагон электрички сложился, остав короче в два раза. Находившиеся в нем пассажиры составляют основную массу погибших. Дежурная в спешке начинает вызывать милицию и скорую помощь. Приезжают пожарные, представители транспортной прокуратуры и других служб. Из кабины горящего тепловоза извлекается черный ящик, лента замера скорости. Убитых и раненых выносят из вагонов и кладут прямо на перрон. От большого количества крови он окрашивается в красный цвет. Это вызывает шоковое состояние у остающихся на станции людей. У некоторых близкие погибли прямо на глазах, заскочив в последние вагоны секунды раньше. На отправку тела и перевозку раненых брошены все экипажи скорой помощи, прибывшие на место трагедии. Из Минска за людьми присылают автобусы, но многие растерянно придут в направлении города по сельским дорогам, отказываясь от помощи. Милиция успела оцепить место происшествия и организовать сбор брошенных сумок и вещей. Все обнаруженное имущество хранилось в здании прокуратуры несколько месяцев. Большая часть вещей была возвращена владельцам. Заявление о кражах не поступало. К ночи задерживаются Бруйло, Петрик, Кухарев и Кубовский. Все, кроме диспетчера, которая была беременна, помещаются в КПЗ, где они дают первые показания. На суде было установлено точное число погибших и раненых, 22 и 82 соответственно. Движение на участке пути было парализовано на 12 часов. Минское отделение железной дороги понесло ущерб в размере 122850 рублей. Дело рассматривалось судебной коллегией Верховного суда БССР. Процесс длился три недели. На суде были тщательно изучены все имеющиеся доказательства, показания свидетелей обвиняемых. Все четверо были признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего гибель людей и причинение ущерба в значительном размере. Из всех четверых осужденных только электромеханик Кухарев полностью признал вину. «Да, я виновен в том, что произошло такое несчастье. Наказание мне не страшно. Я сам себя наказал. Прошу, чтобы все было учтено и такого больше не повторилось». Говорил Кухарев в последнем слове перед оглашением приговора. Елене Бруйло, которая в тот момент находилась в положении, суд назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии-поселении. Машинист Антон Якубовский был приговорен к 7 годам в колонии общего режима. Дорожный мастер Петрик – к 10 годам. Николай Кухарев получил 12 лет колонии. Однако спустя несколько лет их освободили досрочно. В советское время о той трагедии лишь однажды написала местная пресса. Публиковала короткое сообщение о катастрофе. Несколько больших статей вышли только в нулевые. Вот такая трагедия произошла весенним теплым днем. Причиной послужили две составляющие. Одна из них, по сути, человечна, а другая – научна. Все правила на крупных производствах пишут после трагедии кровью. А с вами был ВТЕХНО2. Всего вам доброго. Берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok